Никто не вправе говорить людям, что смотреть и любить, а что блокировать и ненавидеть. Если что-то простое фансервисное становится популярным, то у этого наверняка есть свои причины. Например, аниме, не издевайся на который, не претендует на какую-то необычность и не является философским. Это развлекательное аниме с элементами фансервиса. И подобных аниме сейчас выходит очень много. Плохо это или хорошо, пусть каждый решит для себя сам. Ведь сегодня мы здесь собрались не разбираться в понятии фансервиса, а посмотреть на другую сторону аниме, которую многие искали. Ту, где важны талант, творческий подход, оригинальность и... Время. Творческого человека от корпоративного деятеля отличает один важный фактор. Творческий человек постепенно выбирает, когда копирует одну и ту же картину 10 лет подряд. Обычно это называют кризисом творца, и чтобы выйти из него, творец начинает искать новые вещи, которые могли бы вдохновить его. Так в творчестве появляются новые стили музыки и элементы визуального повествования. Например, Евангелион, который показал, что сериальное аниме можно делать и для взрослых. Или Редлайн, где Такесси Койко изобрел новый визуальный стиль с глубокими черными тенями и сильным контрастным цветом. Только... тут я вас немного обманул. Окей, выстроим цепочку с самого начала. Глубокие тени используются уже кучу лет в разных стилях. Барокко, поп-арт, китч, гранж, киберпанк. Первым черной тени в аниме использовал Йошаки Каваджири во второй короткометражке из Альманаха Нео Токио в 1987 году. До 2000 года этот стиль нигде не прижился, пока к нему снова не вернулся Йошаки Каваджири с фильмом «Ди. Охотник на вампиров». Через год с таким подходом к теням вышел Хелсинг. В аниме это не было повсеместным и применялось только в акцентирующих моментах, но все же использовалось. И вот теперь этот стиль находит своих авторов. В 2003 году выходит пилотный эпизод «Афро Самурая» за авторством Такаси Акадзаки. Запоминающейся фишкой аниме были глубокие тени и в целом черно-белый визуальный стиль. С другой стороны, необычная история про Асамурая. А до этого в 2002 году вышла Ова «Трава межпланетный кулак», где на тенях строился весь визуальный стиль. Аниме не заимело популярности и потерялось где-то среди других. Но знаете, кто работал над этой Овой и Афро Самураем? Везде режиссером и создателем визуального стиля был Текеси Койке. Он же работал над визуальным стилем в Ди «Охотник на вампиров». Наконец-то наш клубок постепенно начинает распутываться, но хочу предупредить. Сейчас будет много названий аниме и кружащихся вокруг них имен. Подвязывать их я буду только со стороны истории Redline, так что какие-то нюансы создания или описания сюжета тех или иных аниме не будет. Потому что это только сильнее запутает и будет лишним в рассказе. Текеси Койке еще будучи подростком зафанател от аниме «Галактический экспресс-999» и захотел стать аниматором. Начал он свою карьеру в 1987 году с аниме-фильма «Город чудовищ». Затем он участвовал в «Сизюку Город Ад», «Гоку Полуночный глаз», «Киборг Эда 808» и многих других. Все они были ориентированы на взрослую аудиторию и придерживались одного визуального стиля, который тогда был популярен внутри Мэтхаус. И нам здесь важен тот факт, что почти во всех проектах, где участвовал Текеси, режиссером был Иошиаки Каваджири. Это второй человек, которым вдохновлялся Текеси. С таким наставником он работал вплоть до 2000 года, пока не познакомился с Кацухита Иши. Они вместе со звездным составом сделали четырехэпизодную Ова под названием «Трава. Межпланетный кулак». Это был режиссерский дебют Текеси в сериальном формате, и в целом... его можно назвать удачным. Ведь в следующем году он уже станет режиссером пилотного эпизода «Афро самурая», задав свой визуальный стиль для грядущего фильма. И тут же получит звонок от старого наставника Иошиаки Каваджири. Он оценил работу на Дова и позвал Текеси режиссером на одну короткометражку в альманахе «Аниматрица». Ту самую пробегуна, которая выделялась с глубокими тенями и анимацией персонажей. А еще с глубокими тенями заигрывал сам Иошиаки Каваджири в эпизоде про девушку-самурая. Своим стилем они заразили и Питера Чунга. В финальном эпизоде «Аниматрицы» он также делал акцент на глубоких тенях. Через год Текеси участвует в создании аниме-фильма «Мертвые листья», потом в одиночку делает стороны спешл. И знаете, кажется, за 20 лет работы с аниме Текеси наконец-то нашел свой стиль визуального повествования. Он уже 6 работ подряд использует исключительно черные тени и окончательно понимает, как работать с анимацией. Он понимает, как работать с импульсом и весом персонажей. В аниме их движения всегда выразительные и быстрые. Каждый удар четко считывается и словно обладает реальным весом. Именно этим запоминаются работы Текеси Койко. Весь этот опыт он применил в «Самурай Чемплу» и смог его там закрепить. Но есть один занимательный факт. Уже как два года Текеси работал над фильмом «Редлайн». Впервые он вдохновился комиксом Миллера «Город грехов» и короткометражкой Щаки Каваджира «Бегущий человек», где черные тени были основой всего. Он частично применил их в «Де охотик на вампиров» и понял, что это круто работает на повествовании и выделяет аниме на фоне других. Так как он уже 20 лет работает с Мэдхаус, то к ним и пришел с идеей своего фильма. По его опыту и показанной Ова «Трава межпланетный кулак» идею одобрили. Поэтому он собрал команду и приступил к созданию фильма. Автором оригинала был Кацухи Таиши, а среди аниматоров были настоящие легенды. Хироши Хамасаки, Сушио, Хироуки и Маиши и даже бывший наставник Йошиаки Кавадзири. На протяжении двух лет он пытался определиться со стилем и анимацией. Так рождались афросамурай, эпизод аниматрицы, спешл и мертвые листья. В создании анимации Текеси был настоящим психом. Он поставил цель, чтобы все мелкие частицы и движения рисовались вручную, без применения компьютерной графики. Он хотел полный контроль над анимацией, чтобы можно было понять события в аниме, не используя слов, чтобы каждый чьих персонаж был выразительным. Идея RedLine похож на Mad Max. И там, и там гонка из точки А в точку Б. Только если в Mad Max это больше побег от чего-то физического, то в RedLine смысл жизни. Зайдем со стороны японских метафор и подтекстов. Японцы редко говорят что-то прямо. Чаще от них будут слышны намеки и метафоры. Они не скажут, я тебя люблю, давай встречаться, будет что-то вроде, какая сегодня красивая луна, может завтра еще раз на нее посмотрим. И эта часть менталитета перекладывается на творчество. Поэтому и RedLine не остался обделенным теорией о глубокой метафоре отношений. Вся история строится вокруг двух персонажей. Джей Пи и Саноши Макларен. Гонка выступает как линия отношений между ними. И сначала они были на дружеской дистанции, когда участвовали в Yellow Line, а в RedLine их отношения уже перешли на любовные. Но как в любых отношениях возникают точки соприкосновения, и тут можно заметить одну деталь. Со стороны робомеры выступают исключительно мужчины. А со стороны организаторов гонки – исключительно женщины. Во время RedLine они входят в открытый бой. Это как метафора соприкосновения мужского и женского мира. Другие же участники гонки рассматриваются как черты характера главной пары. Мужественность, плаксивость, целеустремленность и тайная любовь со стороны Джей Пи. Сексуальность, наивность и решительность со стороны Саноши Макларен. По ходу гонки они обходят все внутренние зажимы, принимают себя и друг друга такими, какие есть. Появление огромного ребенка как вид супероружия – часть отношений между мужчиной и женщиной. Ребенка показывают таким, потому что герои не готовы к нему. Они видят в нем монстра, который крушит все вокруг, не подконтролен и приносит только проблемы. На финише отношения сводятся к хэппи-энду. Пара смогла пройти через все испытания, которые есть в отношениях. Обиды, ссоры, желания личного пространства, эгоизм в достижении компромисса и страха ребенка. Поэтому в финале поется о том, как один человек пытается открыться другому. Сказать, что пофиг на мир вокруг, пусть в этот лучший день все наконец наладится, и я еще расскажу. Редлайн в песне упоминается как красная нить судьбы. Для японцев и в целом для азиатской культуры она обозначает связь двух людей. Словно они связаны красной нитью и по ходу своего жизненного пути, все равно судьба сведет их вместе. Ознаменуя тем самым начало отношений и дальнейшую нерушимую любовь. Только вся эта история меняет свой окрас после... Осознания одного факта. Аниме с грохотом провалилось. Редлайн станет одним из последних случаев, когда большие студии решали сдавать авторам кучу денег, лишь бы они экспериментировали и творили. Наступит эпоха, где главной целью станет прибыль, а не культурный феномен. Ведь Редлайн совершил переворот в кругах творцов, но в мире зрителя фильм... провалился. Семь лет скрупулезной работы и абсолютная творческая отдача каждого из участников команды принесла студии 214 тысяч долларов. Это даже меньше, чем уходит на один эпизод сериального аниме. Аниматоры рискуют и рисуют что-то отличное от тренда, чтобы искать новые пути продвижения анимации. Конечно, любой стиль визуального повествования имеет место быть, но если все будут делать коммерческие аниме, то... Кто будет действительно творить? Благо, пока что есть студии и авторы, которые раз в год делают экспериментальные аниме. И 2021 показал, что такой риск вполне может заиметь популярность. Да, в этом риске будут неудачи и отторжения со стороны массового зрителя, но без риска экспериментов никогда не появится что-то новое. Я не вправе говорить людям, что смотреть и любить, а что блокировать и ненавидеть. Ведь если что-то простое становится популярным, то у этого наверняка есть причина. Если что-то скурпулезно проработанное проезжает мимо, то значит и у этого есть закономерность. Но смотря на Редлайн становится обидно, что зритель не принял этот... творческий взрыв посреди пира. Лапы к самым издату тянут магистраты и дяди Стёпы. Читающие евреи, но не мать из яху двигается по галактике автостопом. Дайте пройти, кидайте в шляпу, глядетные карты, дукаты, злоты. Если водится монет, как у нумизмата, если не гроша, напевайте строки. Субтитры создавал DimaTorzok